Приветствую вас, ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект Ладная Я, ссылочка на сайт. Вот, там есть куча полезной информации для вас. А мы сегодня поговорим о мужчинах-манипуляторах. Они ведь что делают? Они вами крутят-вертят, и вам очень обидно, когда вы уже потом, когда вас закрутили, завертели так, что вы уже совсем потеряли связь с реальностью, вы начинаете очень жестко сожалеть о том, что как я могла попасться на это и все тому подобное. Многие из вас уже тут в комментариях под моими видео делятся историями про манипуляторов. Кто-то уже начитался трюков. Я очень много рассказываю о мужчинах-манипуляторах. И вот сейчас давайте я вам дам еще одну важную фишку, которая поможет вам победить манипулятора и заставить его играть по вашим правилам. Вот такой интересный момент. Я знаю, что вы очень многие об этом мечтаете. Сейчас все расскажу. Если вдруг вы попали на это видео случайно, меня зовут Алла Касаткина. Я психолог. Почти 20 лет работаю с женщинами. Проект «Ладное я» – это мой проект. Он для женщин, про женщин, про то, как быть счастливой на своих условиях. Если вы не подписаны на видео, красная кнопка. Жмем. Подписываемся. Колокольчик. Будете знать все новые видео. А если вдруг вы еще не поставили лайк, ставим. Потому что YouTube очень любит, а благодарность женщины привлекает к ней благодарных мужчин. Итак, манипулятор. Наверняка вы уже где-то, ну, у меня слышали, где-то читали. Женщины сейчас информацию хватает по кусочкам. Собирают себе в пазлы. Но когда они сталкиваются с манипулятором, они теряются. Как бы мне отреагировать на его манипуляцию? Мои хорошие, если вы не мостак манипуляций, если вы не профи в этом деле, не лезьте на эту скользкую дорожку. Отсутствие вашей реакции на его манипуляцию, то есть он пытается вас критиковать, взять на слабо, пытается вас спровоцировать на что-то, пытается делать вам чрезмерные комплименты. Не реагируйте. Воспринимайте это как телевизор без звука. Смотрите на человека, как на изображение, а звук пропускайте мимо ушей. И отсутствие вашей реакции как раз и будет тем важным фактором, который поломает к монахам игру манипулятора. Потому что манипулятор знает, сейчас ей нужно сказать это, потом ей надо вот это сказать, допустим, сейчас сделать комплимент, потом покритиковать, потом сказать то, чего я хочу. Все, она будет моя, и она будет делать цепочка. Вот такая цепочка манипуляции. Сначала я ее похвалил, потом сказал не носи этого, а потом сказал делай вот так. И она будет моя. Когда вы не реагируете, смотрите на это как на телевизор без звука, во-первых, вы будете больше видеть и понимать про мужчину. Как он жестикулирует, что он делает, вам просто вот даже самой будет понятно, как только вы выключите звук. Отсутствие вашей реакции на его действия выбивает напрочь манипулятора из его игры. Почему? Он теряется. Ничего кроме этого он не знает. Это вот знаете, как ребенок, который в пять лет выучил стишок, там шла, идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот он только знает это, и вдруг ему сказали, что ему надо рассказывать что-то другое. Я люблю свою лошадку, например. И он стоит в растерянности, потому что он с мамой этот стишок не учил. Вот то же самое происходит с манипулятором. Вы почву выбили у него из-под ног, и вы сразу видите, кто перед вами. Потому что это может быть истерика, это может быть попытка прессинга, потому что он же хочет добиться того, чего он хотел. Но вы-то не выдали реакцию, вы-то видите, кто перед вами. Поэтому прервать это общение вы можете в любой момент. Хотите со мной поспорить? Пошли в комментарии. Хотите поделиться своими историями про общение с манипуляторами? Не вопрос. Делитесь. Я буду вам очень благодарна. Хотите задать вопросы? Задавайте. Может быть, вы станете вдохновителем на следующее видео. А мы с вами в следующем видео встретимся обязательно. Я расскажу вам что-нибудь снова важное, ценное для женского счастья. С вами была Алла Касаткина. До встречи в следующих видео. Пока-пока, ласточки! Субтитры сделал DimaTorzok